Владимир Пяткин, студент третьего курса исторического факультета, будущий педагог. В археологических раскопках участвует с первого курса. Были, были здесь интересные находки. Мы не так давно нашли осколок Сергея металлический. Также здесь были пряслица, остатки амфора греческой. Ну, так, интересные находки именно в точке зрения научного интереса. Эти раскопки, говорит, особенно интересные ребята под руководством опытных археологов ищут артефакты 8-9 веков нашей эры. В этот период в лесостепях, где теперь располагается Самарская область, царствовали хазары. Работы по поиску уникальных свидетельств истории под Жигулевском ведутся не первый год. Удалось выяснить, что место подходило для длительной кочевой стоянки разных народов. Доподлинно известно, что ступали на Самарскую землю древние венгры, а также кочевое население Хазарского каганата, например, болгары. Одна из последних находок – печка Каменка – повергла исследователей в шок. Дело в том, что такие печи характерны для славянских племен. Но до этого времени никто не знал, что славяне бывали на Средней Волге. И загадка о том, почему болгарского царя Алмуша в начале 10 века арабские историки-путешественники называли царем славян, похоже, наконец-то начинает разгадываться. Похоже, что в эпоху Хазарского каганата сюда была переселена группа славянского населения. Это могли быть и мастера металлургии, кузнецы и земледельцы, которые должны были обеспечивать те вооруженные отряды, которые нужны были для контроля над этой территорией. Часто на месте кочевой стоянки удается найти погреба, ямы для хранения продуктов. Нередко встречаются остатки керамической посуды. При раскопках под Жигулевском удалось отыскать амфоры крымского происхождения. Очевидно, в них кочевники привозили вино. Поиски исторических доказательств будут продолжаться. А в 2021 году в Самаре состоится Всероссийский археологический съезд, на котором самарские ученые поделятся своими гипотезами с коллегами. Мария Левина, События.